Китайская военная сабля и кинжал третьего рейха Редкие образцы холодного оружия обнаружили в фондах Минусинского музея К сожалению, история большинства этих образцов нам неизвестна Они были найдены случайно, иногда это при разборке домов находили такое оружие Часто устраивались хроны во времена крестьянских восстаний или гражданские войны Показали свою смекалку и умение работать в команде В Бородино сотрудники соцзащиты собрались на ежегодный туристический слет Здесь теряются все ранги Мы все в одинаковой позиции Мы все радуемся, мы все соревнуемся И мы поддерживаем друг друга В Енисейском районе появился автомобиль для доставки пожилых людей в больницу Это стало возможно в рамках федеральной программы Старшее поколение национального проекта «Демография» Специализированная машина выезжает к людям старше 65 лет Которые проживают в сельской местности и не могут сами добраться до больницы Автомобиль оборудован всем необходимым Шесть пассажирских мест и специальный подъемный механизм Для людей, передвигающихся на колясках За машиной закреплена мобильная бригада В состав которой ходят медицинские работники и социальные работники Которые по заявке граждан будут выезжать как в планном, так и в оперативном режиме С помощью мобильной бригады ветераны, пожилые люди, маломобильные граждане Те, кто живет в отдельных селах и деревнях Смогут посещать медицинские учреждения Проходить диспансеризацию и необходимые обследования Конечно, нравится забота администрации, больницы Машина прекрасная Очень хорошо все Автомобиль принадлежит комплексному центру социального обслуживания населения Енисейского района По всем вопросам можно обращаться по телефону, указанному на экране Проверили уровень финансовой грамотности Каннский технологический колледж стал базой проведения Всероссийского экономического диктанта В нашей стране он проводится с 2017 года И на этот раз тема акции звучала так Сильная экономика, процветающая Россия КТК не смог остаться в стороне и открыл свои двери для проверки знаний Мы являемся первооткрывателями и готовы принять все новое Это наша обязанность, потому что мы учим студентов Которые будут жить и работать в будущем Экономическая грамотность обеспечивает правильное решение любого жителя нашей страны И, конечно, проверка этих знаний определяет те дефициты образовательные, которые имеют место быть И некие действия, которые необходимо совершить для того, чтобы поправить и внести коррективы В процесс обучения, воспитания и реальных действий Сами вопросы были разработаны методической комиссией В основном охватывали текущие экономические процессы, практическую сторону финансовой грамотности, а также экономическую историю страны При каком из перечисленных руководителей государства была осуществлена первая индустриализация российской экономики Решившие принять участие в данной акции студенты отмечали, что им самим интересно проверить свои знания на основе результатов, вынести определенные выводы Кроме того, некоторые из них как раз обучаются по экономической специальности Для меня важен этот экономический диктант, так как я выбрала связанную с этим специальность – экономика и бухгалтерский учет Так как я учусь только на втором курсе, мне было бы интересно знать мой уровень знаний, знать свои пробелы, улучшить их и исправить Для меня это очередное испытание, я очень бы хотела проверить свой уровень знаний Сейчас век новых технологий, все меняется, и экономика не стоит на месте, и какие-то термины новые появляются И я хотела бы, конечно же, улучшить свой уровень По результатам диктанта будет понятно, какие пробелы финансовой грамотности наиболее часто встречаются у нашего населения Например, в прошлом году, основываясь на итогах по всей России, диктант показал, что у студентов большую трудность вызвала макроэкономическая статистика и экономическая история А у школьников выбор оптимального типа ценных бумаг Стоит отметить, что официальные площадки были не единственной возможностью проверить свои знания Также диктант можно было пройти на официальном сайте Представитель общественного совета при Железногорской полиции проверил работу дежурной части Общественник ознакомился с порядком ведения и оформления служебной документации Алгоритмом сбора информации и принятия мер по реагированию на сообщения граждан Посетил помещение для лиц, задержанных за административные нарушения А также убедился в исправности камер видеонаблюдения Полицейские рассказали, какими силами и средствами располагает дежурная часть Дежурная часть направляет на место сотрудников патрульно-постовой службы Кроме этого распоряжение дежурного имеют сотрудники дорожно-патрульной службы А также в круглосуточном режиме у нас работает следственно-оперативная группа Куда входят квалифицированные сотрудники следственных подразделений, а также дознания В настоящее время нами получен новый автомобиль марки УАЗ, который более комфортабельный Как для сотрудников полиции, так и с задержанными, достаточно удобно перемещаться По итогам посещения представитель общественного совета сделал вывод о том, что работа подразделения Организовано на высоком уровне, сотрудники действуют профессионально, хорошо ориентируются в нормативно-правовых актах Вежливо и тактично при общении с гражданами и коллегами Через два года в Шарыпово появится новый современный роддом Его строительство начнется в больничном городке Проект предусматривает современное трехэтажное здание с родильным и гинекологическим отделениями Также возведут крытый надземный переход в хирургический корпус, чтобы при необходимости экстренно привлекать реанимационную службу и лабораторию Проект строительства составлен с участием Министерства здравоохранения Потратить планируют более 600 миллионов рублей Завершат все работы в 2021 году Техническое задание мы совместно готовили с министерством Согласовали все нюансы именно поэтажного расположения, количество оборудования, количество комнат Технологию все рассматривали Учитывалась и нынешняя трехэтапная система оказания медицинской помощи, маршрутизация пациентов То есть все это мы постарались учесть для того, чтобы нашим пациенткам было удобно и приятно, так сказать, прожать в наших условиях В Красноярском крае завершается уборочная кампания Аграрии уже намолотили более 2 миллионов тонн зерновых, побив рекорды прошлого года В лидерах по сбору урожая в восточной части региона сельчане Нижнеенгашского района В центральной зоде больше Муртинского На западе лидируют Ужурцы, на юге Каратутский район, на севере самые большие намолоты Упировского района Сельхозпредприятия сейчас также завершают уборку картофеля и других овощей Темпы работы, а также урожайность в этом году выше, чем в прошлом 15 октября в селе Вознесенка Березовского района состоится открытие сквера памяти с мемориалом, посвященным землякам, участникам Великой Отечественной войны и зоны отдыха по программе поддержки местных инициатив Торжественная церемония начнется в полдень по улице Солнечная 2А в центре поселка Уникальные образцы холодного оружия прошлых веков обнаружили в фондах сотрудники Минусинского музея имени Мартьянова Редкие экземпляры станут ценными экспонатами и займут достойное место на выставке Индонезийский кинжал Крис То есть это оружие появилось на острове Окинава Этому кинжалу со симметричной формой клинка более 100 лет Крис был священным предметом Он не продавался, а только передавался от отца к сыну Сотрудники музея говорят, ему приписывали и мифические свойства Мог охранять сон владельца, мог даже по ночам, то есть ему такие свойства, как летать, приписывались, мог по ночам выходить на свободную охоту А это китайская военная сабля Дао, пехотное оружие одного удара С такими мечами солдаты шли в рукопашную против японских захватчиков в 30-х годах 20-го века Еще одна историческая находка – кавказский кинжал Кама Его обнаружили при сносе жилого дома в селе Кавказское А это кистень – ударное оружие Средней Азии 19-го века Состоит из груза, гирьки, гибкого крепления и рукояти Незамысловатое в изготовлении и от него очень трудно защититься Еще один трофей – оружие Третьего рейха Кинжал треугольной формы с характерной немецкой символикой Гравировкой на лезвии – все для Германии В Россию это холодное оружие, вероятно, привез фронтовик К сожалению, история большинства этих образцов нам неизвестна Они были найдены случайно Иногда это при разборке домов находили такое оружие Часто устраивались хроны во времена крестьянских восстаний или гражданской войны Иногда поисковики находили на местах боях Специалисты говорят, по оружию можно изучать не только историю Сибири, но и всей страны Полную коллекцию оружия из фондов сокровищницы-минусинцы смогут увидеть на выставке в музее Возможно, уже в следующем году Зажигательным танцем на поляне Убериндея на территории национального парка Шушенский Бор Начинается большой туристический праздник Участников более ста человек И все они сотрудники и специалисты Управления социальной защиты населения Праздник приурочен ко дню туризма И все станции, которые необходимо сегодня преодолеть, тематические К примеру, на одной из них нужно максимально быстро всей командой правильно установить палатку Пройти дистанцию с веслом, на котором стоит стакан полной воды, тоже испытание не из легких Тут важны координация и четкость движений Веселые конкурсы рассчитаны на совместную работу И сотрудники Управления социальной защиты демонстрируют отличную слаженность Нас сплачивает, или как правильно, все-таки такие моменты, такие игры Нам это нравится, немножко отдыхаешь от работы Какой-то командный дух, все друг за друга болеют, все рады этому Ну и хорошо всегда осенью в такую весеннюю теплую погоду встретиться где-то на досуге Праздник на Бериндеи – это одно из мероприятий корпоративной программы «Будь здоров!» Управление социальной защиты населения Проводится уже второй год подряд и пользуется все большей популярностью у сотрудников Здесь теряются все ранги Мы все в одинаковой позиции Мы все радуемся, мы все соревнуемся И мы поддерживаем друг друга Я считаю, что реализация данной программы Она имеет и спортивное направление И такое образовательное направление И оздоровительное Я думаю, что у нас все получится И будем дальше реализовать этот проект Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова